Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на изучение уроков субботней школы. Господь нас вновь благословил, и мы находимся в этой студии, где будем вместе с вами и с нашим гостем изучать новый урок. Урок номер 10, который называется так «Наставление для коротких». С удовольствием представляю нашего гостя, которого мы постоянно приглашаем на изучение этих уроков. Это Петр Мангл. Здравствуйте, Петр. Приветствую, Денис. Мне очень приятно быть сегодня здесь в студии. Я думаю, что будет полезно для всех, кто смотрит и слушает эти передачи. К сожалению, по ряду некоторых причин мы не смогли еженедельно выходить в эфир и записывать эти уроки, но Господь поблагословил нас, и вот снова преодолевая все препятствия, мы могли собраться здесь для того, чтобы прославить Господа и быть полезным нашим зрителям. Я верю, что сегодня мы сможем вместе с вами изучить этот урок очень хорошо, и я думаю, что людям, которые будут смотреть нас в первый раз, мы будем добавлять какие-то дополнительные комментарии, и чтобы им было более ясно, о чем речь идет в этом уроке. Да, Божья помощь, и я надеюсь на это. Ведущий текст говорит так. «И уши твои будут слышать слово, говорящие позади тебя. Вот путь, идите по нему, если вы уклонились направо, и если вы уклонились налево». Это записано в книге пророка Исаии, 30 глава, 21 текст. Почему именно этот текст, я думаю, нам будет ясно на протяжении изучения всего урока. Начнем мы изучение урока с первого вопроса, который называется так «Божья забота». Какой прекрасной иллюстрацией Исаия описывает Божью неустанную заботу о его винограднике? И как это должно тронуть наши сердца, ведь мы его дети? Что это за иллюстрация? Пророк Исаия описывает заботу Божьего винограднику, то есть о своем народе, как хозяин заботится о своем винограднике. И описывает такими словами, ну лирическими что ли, что Господь сам говорит о том, что я хранитель его, я охраняю его каждое мгновение, напояю его водою, стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Вот таким аллегорическим образом Исаия описывает заботу Господа о своем народе. Но как это должно тронуть наши сердца, понимая эту заботу Божью и милость Господню к нам, мы не должны остаться неблагодарны или же безразличны. Потому что живем в то время, когда в мире все неустойчиво, и эти волнения приносят много проблем в жизни каждого человека. Но когда у нас есть уверенность в том, что Господь не спит и не дремлет, что он охраняет нас, то тогда мы можем быть в этом мире разврата, в мире порока, мы можем быть праведными. И как пишет Давид в псалмах, что он в вечной памяти будет праведник, не убыться худой молвы, потому что он уповает на Господа. Ну и примечание записывает, что если бы мы увидели и оценили благость Божью, его любовь и непрестанная забота о нас, то как бы изменился этот мир. То есть, к сожалению, этот мир становится все хуже, потому что понятие о живом истинном Боге, о любви Божьей, оно как-то теряется, оно угасает, а больше преобладает человеческие мысли, человеческие теории, какие-то человеческие планы. И то, что ценно, то, что важно, оно почему-то уходит на второй план. Практически нам нужно проявлять твердую бдительность и трезвое суждение относительного нашего вероисповедания, в то, что мы верим. Потому что возникает примечание, что мир погружен во тьму, и сатана только усиливает свое влияние в этом мире для того, чтобы уверенных в себе христиан, которые стоят твердо в своем понимании Библии и Слова Божьего, чтобы он как-то их пошатнул, чтобы они сошли либо направо, либо налево и сбились с пути. Вот следующий вопрос нам будет говорить о том, насколько это важно для того, чтобы сохранять эту бдительность. Необходима отрезвая бдительность. Второй вопрос. Что является, по словам Исаии, причиной того, что глаза большинства людей сегодня слепы, включая глаза многих, называющих себя христианами? То есть не то, чтобы люди, которые не знают Христа, слепы, а даже и христиане могут быть слепы, наживающие себя христовыми детьми. По какой причине это происходит? Мы живем в то время, когда Господь открыл довольно много света относительно истины, которая необходима для совершенствования характера. Но мир со своей стороны и сатана делали всевозможность, чтобы этот свет не достиг до сознания человека, чтобы он не произвел необходимую перемену. Поэтому люди, которые увлекаются более человеческими теориями, но Слово Божье оставляют на второй план, они становятся слепы. И своей слепотою или своими учениями, своими понятиями они ослепляют еще других людей. Ну и здесь как бы в перемещении есть мысль, что Бог допускает нечто подобное, потому что люди не возбили истины для своего спасения, поэтому Господь допускает действия заблуждения, как говорит об этом апостол Павел. И здесь приводится пример, что они пьяные, но нет вина, шатаются как пьяные, и имеют глаза, но не могут видеть, имеют уши, но не слышат. Это духовное состояние человека, когда он уверен в себе, авторитет человеческих мнений и преданий стоит выше, чем так говорит Господь. И поэтому это очень опасное время для истинных христиан. Но христиане по имени, они следуют по стопам мира, поэтому неудивительно, что они также остаются слепы. Не кажется ли вам, что вот то, что написано в примечании, оно слишком жесткая критика относительно этих людей? И применима ли эта критика лжепастырей сегодня, как вы считаете? Ну да, это пророчество Исаии в того времени, оно имеет какое-то исполнение и в наше время. Потому что история повторяется, и те привилегии, которые имел народ Божий в то время, не оценив их, они потеряли то и преимущество, и поэтому они остаются как бы слепы. А слепой человек, действительно, он не может видеть реально вещи, которые окружают его, он не может с уверенностью идти по пути. И в духовном смысле это примерно исполняется та же история, та же картина. Каждый день на нас что-то влияет. Какие-то люди, какие-то обстоятельства. И мы, как христиане, тоже влияем на людей. Хорошо или плохо, это другой вопрос. Но все-таки происходит это влияние. В следующем вопросе мы будем говорить о влиянии тех людей, которых мы уже только что обсудили. О лжепастырях и, может быть, на половину христиан, которые являются слепыми. Вопрос так звучит. Как такое состояние влияет на многих, исповедующих истину настоящего времени, но отвергающих некоторые ее части? И какое предостережение сопровождает такое положение? Вопрос немножко заданно-интересно. И что бы я здесь хотел отметить. Получается, здесь две части людей, которые принимают истину, и которые принимают истину, но отвергают какую-то ее часть. Люди, которые отвергают часть истины. Я вот сейчас задуял вопрос. Могут ли считаться настоящими христианами? Ну, не могут, конечно, потому что если человек полностью слеп, это очень опасно для него. Если человек также имеет проблемы со зрением, наполовину у него, скажем, зрения, он тоже не может видеть вещи реально и оценивает ситуации, которые складываются очень часто в жизни. Например, водитель, который не имеет достаточно зрения, он опасный для окружающих, скажем, других водителей. То есть это неполноценный водитель? Да, это неполноценный водитель. Поэтому и в духовном смысле примерно так же. Если человек часть истины принимает, а вторую часть истины отвергает, это человек неблагонадежный. Потому что так или иначе заблуждение, ну, раньше или позже возобладает его разумом, и он не сможет видеть ясно путь или следовать этим путем. И в плюс к этому всему есть лжехристиане, лжепастыри, которые еще сильнее могут влиять на этих людей и усугублять это положение. Да, потому что многие люди надеются на служителей, на пастыря. Говорят, ну, если вот так говорит священник, когда говорит пастыр, значит, он больше знает, он лучше знает. Но не исследует сами, как говорит Господь, или так, как написано. И это влияние, оно имеет негативное действие, потому что у человека создается неверное представление о Боге. И получается, как в словах пророка Исаии, может ли изделие сказать мастеру, у него нет рук, у него нет разума, или может ли глина сказать о горшечнике, он не знает, что делает. Вот примерно так говорят люди своими действиями о Господе, который является настоящей истиной, который является основанием всего вечного и святого. Вторая часть вопроса говорит о каком-то предостережении. Что это за предостережение, наверное, таким людям? Ну, предостережение, что мы не должны с такими людьми иметь какое-то общее, скажем, отношение, очень близкие отношения. Мы не должны идти на собрания подобных людей, потому что, когда мы идем на те собрания, и слушая те слова, вначале, возможно, мы скажем, нет, это неправда. Но те мысли, которые войдут в наше сознание, то есть как-то они будут работать над нашим сознанием, и со временем мы все-таки увлечемся ими, и скажем, да нет, вроде бы тоже говорят они некоторую правду, и поэтому, вот, возможно, они правы в этом вопросе. И постепенно человек уклоняется от того правильного пути, и влияние будет самое негативное и самое плохое. То есть, получается, в нашей церкви, во всем мире практически, существует несколько групп людей. Неверующие люди, которые не знают Христа, это первая группа людей. Верующие христиане, которые искренны. Следующая группа, это христиане, которые называют себя христианами, но подвергают какую-то истину, сомнению, или не до конца верят во что-то. И на всех них влияет как-то сатана. Следующий вопрос нам будет детально объяснять разницу между людьми, и как пророчество говорит об этих людях, и, наверное, как нам стоит поступать с ними. Пророчество относительно определенных групп. Какое пророчество относительно кротких в Господе, страздущих, в отличие от тех, которые лелеют дух критики, против своих братьев и сестер? Да, это тоже очень хороший момент. Тоже группа есть определенных людей у нас в церкви, и во всем мире, которые сложно назвать настоящими христианами, потому что они лелеют в себе дух критики. Ну, есть так званные верующие, те, которые полностью, скажем, заблуждаются. У них почти 100% все заблуждение. Есть и некоторые так называющие верующие, что они 50% принимают истины, 50% человеческие выдумки, человеческие обряды и обычаи. Но есть люди, которые как бы теоретически принимают истину, находятся в числе народа Божьего, но они тоже не того духа, то есть не духа истины. Потому что, когда находясь среди своих же братьев и сестер, они являются такими критикантами, являются такими постоянно выискивающими какие-то причины, и эти причины или эти слухи передают друг другу, и это обрастает, как снежный ком. И, конечно, итоги из маленьких каких-то недоразумений или маленьких таких ошибок, получается, что этот человек является прямым преступником. И вот против таких людей Слово Божье повреждает, что это есть также работа сатаны. Ну, а что должны делать те люди, которые подвергаются этим нападениям или этой критике? То есть они должны надеяться только на Господа. Что Господь знает истину, Господь знает все, и поэтому нет нужды оправдывать себя, защищать свое, скажем, имя или прочее, но нужно жить достойно и нужно вести себя так, чтобы не проявился внутри дух ненависти или дух злобы против тех, которые говорят вот эти, эту критику или обвинение, или слухи разные разносят, чтобы это не проявилось в нашей жизни. То есть примет для нас есть Иисус Христос, что Он никогда не оправдывал себя, Он никогда не отвечал злословием на злословие, Он никогда не пытался людей, ну, проявить какую-то ненависть, но Он молился о них, и Он прощал каждого. Это пример для нас. Один раз я спросил человека, как ты считаешь, вот то, что ты делаешь, ты критикуешь или ты обличаешь? Многие говорили, что Он критикует, а Он говорил, что Он обличает. В древности можно сказать, что пророки, когда видели грех, они критиковали людей или обличали? Ну, если говорить о истинных пророках, то они обличали. Какая разница между критикой и обличением? И как нам в нашем поведении не выглядеть критиканами, а выглядеть настоящими христианами, которые в любви обличают? Ну, разница очень большая, потому что, действительно, иногда критика – это то, что как будто имеет под собой основание говорить об этом человеке. Но когда ты говоришь не лично этому человеку, но говоришь постороннему, второму, третьему лицу и так дальше, это уже критика. Во-вторых, обязательно что-то обрисовывается более весомое, чтобы оно выглядело более, ну, так, значительно. Добавляется, да. И третье то, что ты проявляешь к этому человеку не любовь, а, скажем, ну, какое-то злорадство, или же можешь говорить с каким-то таким удовлетворением, вот, мол, он какой плохой или она какая плохая. И тем самым сеются семена, скажем, ну, критики, неправды, обмана. Это является грехом. Если мы хотим обличить человека за какой-то его поступок несправедливый, то это, конечно, нужно сделать наедине, прежде всего. После этого, если человек, ну, не хочет принять это наставление, то тогда два или три других опытных человека можно взять с собой, чтобы, опять же, поговорить с человеком. Но не унизить его, не пытаться его как-то, ну, скажем, огорчить или, ну, не знаю, каким-то образом привести в замешательство, но чтобы помочь человеку, чтобы он понял, что это делать. То есть он таким действием совершает работу сатаны. Потому что с ума есть клеветник братьев. Вот в этой всей ситуации, которая слаживается, если мы посмотреть на все это со стороны, искренним верующим, искренней группе людей очень тяжело оставаться верующим, искренне верующим. Потому что отовсюду столько всего негативного происходит, что может очень легко подшатнуть веру. А поэтому в одном вопросе там и было, что страждущие, они надеются на Господа. В другом переводе, в ангелии, там говорится, кроткие. То есть кротость – это и есть одно состояние души такое, что человек, ну, он не надеется на себя, он не пытается отомстить за себя, но надеется на Господа, он всегда остается в мире и в покое, потому что Господь его надежда. Да. Пророк Исаия, вот в следующем вопросе, он говорит, что есть какое-то обнадеживающее и ободряющее пророчество для тех людей, которые называют себя искренними, не называют, а являются искренними верующими. Здесь почему-то говорится, что искренние иудеи. Не сложно понять, почему здесь они описаны как иудеи, которые действительно ищут Бога. Ну, давайте обобщим и скажем искренние верующие христиане, которые ищут Господа на самом деле. Что это за пророчество и как оно ободряет нас? Ну, я думаю, все-таки пророчество Исаия, оно прежде всего относится действительно прямо к иудеям, к этому народу Божьему, который имел преимущество быть потомками Авраама, Исаака, Якова, которым были дарованы эти вечные обетования. Но также это относится, как ты уже говорил, и к истинно верующим, которые подвергаются нападениям, каким-то обвинениям, поношениям, или по каким-то причинам они в свое время, может быть, оступились или упали. То для таких людей есть надежда, что Господь говорит, что Я буду миловать их, и они будут чтить имя Мое. Я не буду свято чтить святого Израилева и благоветь перед Богом Израилевым. То есть эти люди, как иудеи по плоти, как и христиане, скажем, которые потеряли в какой-то момент доверие Господу или под обвинениями были какие-то действия несправедливые, то они должны понять, что каждый должен доверить свое дело Господу. И Господь рассудит по справедливости. И Господь не оставит никого, кто обратится к Нему от чистого сердца и будет всегда святить имя Господа. Хорошо. Давайте пройдем к следующему вопросу. Называется он так. Божье толкотерпение ко всем нам. Как Исаия была велено откровенно указать на плотскую устремленность так называемого народа Божьего? И как это применимо к нам сегодня? В тот момент Исаия жил среди народа, к которому действительно нужно было обращение. Должна была произойти реформа. В том народе должен был обратиться к Господу. и исправить свой путь, по которому они шли. Как это применимо к нам сегодня? Во время служения пророка Исаия, действительно, народ израильский и народ иудейский, очень часто они уклонялись от истинного пути Господня. Но почему-то они были уверены, что они поступают правильно, они в этом не сомневались, они даже противились пророкам, в том числе и пророка Исаии. Но Господь объясняет, что это состояние народа, оно, в общем-то, очень неблагонадежное. Потому что когда они сопротивляются пророкам, а это были вестики Господни, когда они говорят, не пророчествуйте против нас, перестаньте предвидеть, мы не хотим. То есть так получилось, они не говорили прямо, но так получилось, что они не хотели слушать Слово Господне. И в этом состоянии они были подобны, как стена, высокая стена, а в этой стене трещина. И эта трещина настолько велика, что эта стена теряет свое, скажем, твердое основание, и эта стена однажды рушится. Вот такое подобное состояние народа. То есть здесь приводится пример, что так как глиняный сосуд, если его уронить, ну, на твердое место, то он разобьется. И состояние этого народа было подобно этому сосуду, который действительно разбивался, не останется даже одного черепка, ну, побольше куска, чтобы можно было взять угля, угли из там, где огонь горит, или же зачерпнуть воды. Вот такими символами Прокисай описывает состояние этого народа. И, в общем-то, безнадежное состояние, если можно так прямо сказать. Но как это применимо к нам сегодня, то действительно, ну, состояние сегодняшнего времени, оно не лучше, чем в то время. Возможно, сегодня еще больше искушений, сегодня еще больше сатана старается приложить свои коварные усилия, потому что, знаете, ему осталось очень мало времени. Если мы так же не будем слушаться пророка Господня, если мы так же будем свою мудрость ставить выше мудрости Господней, то состояние наше, оно не будет лучше, чем было состояние этого народа. Нужно ли проявлять, я не знаю, бдительность какую-то, когда нас окружают подобные искушения? Нужно. Обязательно. Здесь в применении написано, Господь понимает все наши испытания. Что значит, что Господь понимает наши испытания? Насколько вам тяжело? Он понимает, как это нам все перенести? Или здесь приводится пример того, что Иисус Христос тоже проходил через эти испытания? Как нам это понимать? Ну, безусловно, Господь допускает испытания. Господь допускает испытания для нашего очищения, для нашего, ну, укрепления в вере, для нашей опытности. Сатанаш же посылает свои искушения, чтобы обольстить, обмануть, разочаровать человека. И поэтому мы должны решить, с кем мы хотим сотрудничать. Или же мы переносим эти испытания с терпением, с молитвой к Господу. И без ропота, без сомнения. Или же, наоборот, мы будем проявлять дух недовольства и сомневаться в милости Господней, в любви Господней. И в этом случае тогда мы потеряем связь с Господом. И у нас это состояние будет очень плачевно. Проявит ли Господь к нам терпение, если мы будем терять с Ним связь? Ну, Господь проявляет терпение, безусловно, но однажды приходит конец терпению Господня. Давайте посмотрим, что говорит пророк Исаия о терпении Господа, как Бог проявил свое великое терпение к нам. Это записано в Исаии, 30 глава, 18-19 текст. Давайте напомним, что там написано. То есть, пророк Исаия опять же говорит словом Господнем, потому Господь еще медлит, чтобы жалиться над вами, и потому Господь еще удерживается, чтобы помиловать вас, ибо Господь Бог есть, Бог правды, блаженный усиповающий на Него. То есть, Господь есть источник милости, прощения, долготерпения, но Господь и справедлив. И если мы продолжаем упорствовать, если мы продолжаем идти нашими путями, уклоняться от пути Господня, то в этом случае Господь не будет проявлять какие-то чудеса над нами. Но если человек даже уклонился от пути, а потом слышит голос, вот путь, идите по нему, как было в ведущем тексте Исаии, то в этом случае, значит, человек должен признать, что я иду неправильным путем, и нужно вернуться обратно на правильное, правильный путь, невзирая, что может быть ушел уже очень далеко, и говорит, ну, уже столько потеряно времени, и без результата, я иду уже дальше, что будет, то в этом случае, конечно, терпение Господь не будет иметь над нами какое-то положительное влияние. Но если мы раскаемся, если мы прощаемся к Господу, Господь прощает, и Господь милостив, и Господь любит каждого. Заключительный вопрос, пятый, называется так, «Внимая тихому, кроткому голосу». Вопрос звучит так. «Как искренность в молитве», и здесь приводят цитаты, из молитвы «Отче наш», «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, поможет нам оставаться на путях безопасных». И вот тут очень многие люди имеют особенное какое-то мнение, ссылаясь на то, что по сути своей Господь не может ввести людей в искушение. И многие говорят о том, что более правильное перевод или более правильное значение этих слов будет «Не оставляй меня в искушении», «И избавь меня от лукавого». А как нам правильно понимать? Что значит «Не введи нас в искушение»? Или же нам как-то, может быть, по-другому стоит относиться к этим словам? Может быть, сам перевод не совсем, скажем, удобно применимый для нас, но тем не менее мы должны понимать, что если мы молимся Господу этой молитвой отчиннажды и всякие слова, то прежде всего эта молитва должна быть искренной. Во-вторых, мы должны осознавать то, о чем мы просим. То есть не просто произносить слова как заученные хорошо, как, скажем, как нечто такое обыкновенное, но мы должны понимать, что без Господа мы не сможем устоять. Без помощи свыше мы не сможем выдержать те искушения, которые встречаются на нашем пути. Будет правильнее так сказать, что, конечно, дьявол посылает искушения, чтобы нас сбить с пути, но Господь допускает испытания, чтобы мы не надеялись на себя, но чтобы надеялись всегда на Господа. Когда мы будем просить об этом искренне, то Господь ответит обязательно на каждую молитву, и более того, Господь имеет обетование, что Господь позаботится о наших временных нуждах, о воде, о хлебе, как здесь написано. Господь позаботится о духовных нуждах, что будут учителя, которые будут учить нас правильно. думают, что у этих учителей есть и Слово Божие, это есть и Дух Пророчества, это есть и опытные братья, и сестры, которые имеют тоже опыт в жизни, они будут помогать и наставлять нас. Это есть ангелы, которые, может быть, невидимы для нас, но они обязательно совершают эту работу, чтобы избавить нас во всяких искушениях. Заслушался у вас и потерял мысль. Хорошо, давайте тогда подведем итог. Сейчас будет заключительный вопрос всего этого урока. Какое обетование дает нам Бог, если мы отвращаемся от своих идолов? Это заключительный вопрос, и для тех людей, которые не понимают, что значит идол, или, может быть, как-то имеют другое понимание, давайте объясним, что значит идолы в современной христианской жизни. Обетование очень прекрасное. Можно сказать, что вообще все обетования Господа прекрасные, только мы должны по достоинству их оценить, и мы должны понять, что то, что Господь обещает нам, это, безусловно, связано с каким-то условием. То есть, мы должны выполнить условия, и Господь со своей стороны, Он выполнит свои обетования. Ну, идолы могут быть не только золотые, не только серебряные, но идолы могут быть буквально все, что мы любим больше, чем Господа. Все, что для нас ценнее или дороже, чем Слово Божие. И в пророчестве книги пророка Исаии здесь говорится, что в тот день люди, скажем, мы поймем, что идолы это есть скверность, это есть нечто, что уводит нас от Господа, оно не может принести нам надежную какую-то защиту или безопасность, но это есть то, что отвращает нас от пути Господня. Это идол может быть собственное я, это идол может быть дом, машина, телефон, ну, буквально все, что человек любит, или то, чем человек дорожит больше, нежели, слава Господь. Идол может быть своя личное убеждение, да, или идол может быть привычка какая-то вредная, человек говорит, я не ощущаю в этом ничего, неудобства никакие, поэтому я от нее пока не отказываюсь. Это все удаляет нас только от Господа. Несмотря на это, Господь обещает, что если мы отвратимся от идолов, если мы всем сердцем предадимся Господу, тогда Господь позаботится о нас. Иногда будет давать и дождь в свое время, тогда будет успех, как в то время, скажем, в основная ценность или заработки народа были, это сеяние семени, это был скот, и Господь обещал, что будут благословенные времена для урожая, скот никогда не будет болеть, все это будет в изобилии, будет в вовшенных пажетях, и будет дождь в свое время, Господь будет посылать, есть обетование, что свет солнца будет как свет луны, как свет солнца, свет солнца будет в 7 раз сильнее, это возможно уже относится обетование к новой земле, но тем не менее, и на этой земле эти обетования обязательно исполнятся, если мы полностью подчиним свою волю воли Господа. Если мы услышим тот голос, который говорит, вот путь идите по нему, это голос Духа Святого, это голос ангелов, которые могут говорить нам через людей, это голос Слова Божьего, то тогда действительно мы сможем получить эти прекрасные обетования. Петр, это был заключительный вопрос. Господь помог нам провести этот урок. Благодарность вам, благодарность Господу, а также, дорогие друзья, спасибо, что вы сегодня были с нами. Я верю в то, что этот урок был полезен для вас, и сегодняшнее наставление для кротких, оно было применимо именно к вам. Оставайтесь настоящими христианами, старайтесь полностью принимать истину, которую Господь нам сегодня говорит, и, ну, наверное, последняя такая вот рекомендация, не критикуйте, а обличайте в любви. Да, пусть Господь поможет каждому. Всего доброго. Не просто быть кротким, потому что в настоящем мире кротость считается как нечто, изъян какой-то. Ничего человек не может достичь, если он кроткий, если он смиренный. Но, Господа, это очень драгоценно, ибо кроткие наследуют землю, будут жить на ней вовек. Это и с обетования Господа. Да будет так. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы сегодня были с нами. Увидимся с вами в следующий раз. До новых встреч. До свидания.